Приветствую! Как мы с вами знаем, в Украине проходят масштабные проверки деятельности ТЦК ИСП. И эти проверки дают уже определенные результаты, и мы видим, что задержаны даже начальники областных ТЦК ИСП. И все это подается под таким вот, знаете, соусом эйфории, что вот, мол, наконец-то, отлично, мы победили все плохое, и теперь будет только хорошее. Но, как и всегда, есть но, и об этих но я и хочу сейчас поговорить. Ну а перед тем, как мы перейдем к этому вопросу, напомню, что у меня есть телеграм-канал, информации на нем гораздо больше, и появляется она оперативнее, чем на ютуб-канале. Также я там отвечаю в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к данному ролику. Теперь вопрос проверок в ТЦК ИСП. Вопрос задержаний. Два но, на которые хочу обратить внимание. Первое но касается небольшой части людей, но их хочу предупредить в первую очередь, пока они не отключились. Это те люди, которые вдруг решили, что, а давай я куплю тоже военный билет. Вот если у вас там накопилась какая-то сумма денег, вы нашли знакомого и хотите купить военный билет, в котором будет написано, исключен с учета. Ну, я не буду здесь морализаторством заниматься, да, почему это плохо. Посмотрим с точки зрения вот тех новостей, которые сейчас есть. На что там вам нужно обратить внимание? На то, что в этих новостях пишут, что обыски проводились не только у тех людей, которые работают в ТЦК ИСП, а и у тех людей, которые купили военные билеты с исключением с учета. И вот здесь подумайте, а оно вам надо? Ну, а теперь второе но, которое беспокоит однозначно всех. Давайте честно признаемся, чего мы ждали сейчас от власти? Ну, на что мы надеялись? Ну, ладно, не все надеялись. Ну, вот кто самый оптимист-оптимист надеялся, да? Когда президент вышел и сказал, что будут проверки и мы покажем. И вот они показали. Что они показали? Что они борются с коррупцией. И это правильно, коррупцию нужно побеждать, нужно с ней бороться, потому что коррупция порождает такую себе альтернативную справедливость, да? Когда человек, у которого есть деньги и есть связи, может не идти служить. Он там где-то занес, да, денег и получил, соответственно, исключение с учета. С этим, безусловно, надо бороться. Но за этим пытаются скрыть другую проблему, которая беспокоит абсолютно каждого пригодного к службе мужчину. Никто пока не показывает массовых результатов проверок деятельности тех представителей ТЦК и СП, которые незаконно выписывали повестки на улице. А мы, безусловно, понимаем, что таких случаев было очень много. Почему этих людей не привлекают к ответственности? Почему не привлекают к ответственности тех людей, которые незаконно проверяли документы на улице? Почему не привлекают уже точно к ответственности уголовной по нескольким статьям тех, кто людей силой паковал в бусик? Кто бил людей и в бусик? Почему не привлекают к ответственности руководители этих людей за то, что они допустили это? Где вся эта история? Но ее нет. Ее, как мне кажется, сейчас просто пытаются скрыть и показать, что мы с коррупцией бились, и мы победили коррупцию. Вот нам сейчас покажут пару, может, таких показательных моментов, где очень богатые руководители ТЦК их задержат, их там помучают несколько месяцев. Но вопрос, а прекратится ли от этого беспредел на улице, который чинят некоторые представители? Мы знаем, что когда в Одессе сменили военкома областного, что-то произошло? Ну, стал там новый человек. Количество видео от этого не уменьшилось почему-то. Так вот вопрос, когда же государство нам покажет, что они борются еще и с этим? Потому что пока государство показывает нам обратное. Очередное заявление чиновника, мы знаем, уже есть в сети. Это не наши. Это все ИПСО, это все придумано. Я не сомневаюсь, что, безусловно, там есть работа ИПСО, безусловно, есть видео, и я думаю, это в основном старые видео, которые изначально запускались в Украину, были постановки. Понятно, это не вопрос. Но ведь на сегодняшний день количество видео такое, и когда ты его смотришь, там сомнений уже ж ни у кого не возникает, что это наши. Ну, пожалуйста, ну, власть имущий, ну, обратите на это внимание, но нельзя делать то, и в таких количествах безнаказанно, что делают отдельные представители ТЦК и СП. Накажите их, привлеките их к уголовной ответственности и покажите это обществу. И, может, тогда люди начнут охотней приходить по повесткам, потому что люди будут знать, что их будут призывать по закону, и воевать они будут за страну, в которой соблюдается закон. Ведь никто не будет воевать за страну, в которой не соблюдается закон. Ведь, ну, нужно понимать, что это дискредитирует вообще не только там деятельность ЗСУ, да, это дискредитирует вообще полностью мобилизационную кампанию. Это дискредитирует, но все, убивает всякую мотивацию. Ведь нужно показать, за что мы боремся. Если мы выбрали европейские ценности, действительно их выбрали, действительно мы хотим к ним идти, то покажите нам их в действии. На этом все. С вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Если вы считаете, что данное видео полезно было, либо вы разделяете мои мысли, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на мой канал. Ну, а я вам желаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.